Алло, алло? Вот сейчас видно. Вам видно меня? Ну слава богу. Да, я вас вижу, да. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я уже ваши видео смотрел. Я слушаю вас, пожалуйста, говорите, что хотели, кто, откуда. Вот. Так, меня зовут Дмитрий. Я с Владивостока. Вот. Живу во Владивостоке, вот, ну, непосредственно вот в городе. Вот. И вопрос у меня вот такой. По исходу глава 34, начиная со стиха 6-7. И прошел Господь пред лицем его и возгласил. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Вот именно мне вот эти вот, ну, последние вот интересуются. Прощающий вину, преступление и грех. Что есть вина, что есть преступление, что есть грех. Вот. Потом вот из Иеремии, пророка Иеремия, 9 глава, 24 стих. «Но хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле». То есть у меня вот такое получается, я вот... То есть вина соответствует милости, преступления суду и грех правде. Вот я хотел бы, ну, чтобы вы, ну, как бы как-то объяснили, пояснили. Ну, все, что не по слову Божию есть грех, это обобщающее слово. А там дается раздельно. Вина, когда человек знал, как делать, и не делает, тому грех. Оно возвращается к слову грех. Любая вина. Вина, виновность перед Богом, а оправдаться никак нельзя. Потому что возмездие за грех – смерть. Это говорится о поддельных частях. Когда мы читаем послание к римлянам, первая глава. Плоской человек, и дальше перечисляется все убийства, прелюбодеяния, злодеяния. Все. Это все есть грех. Но тут они раздельно даются по частям. Вина. Виновен в прелюбодеянии, виновен в убийстве. В чем именно виновен? Виновен – грех вообще отличное, как бы, понятие. А вина конкретно показывает, что виновность перед Богом. Если просто сделал, перепрыгнул, ногу ушиб. Какая вина? Вины никакой нету. Просто высоковато прыгнул. А когда ты нарушил взаимоотношения между Богом и людьми, люби Бога, люби ближнего-то, это уже грех. И вина прямо перед Богом. Так рассматривается весь апокалипсис. То общая картина раскрывается, то детально по отдельным эпизодам. Так, что там еще? Понятно. Ну, как говорят, моление и моление. А вот преступление и грех. Ну, преступление ты переступил через что-то. Опять же, это грех. Любое преступление – есть грех. Иоанн говорит, богослов, но есть грех не к смерти. А если грех смерти, не о том говорю, чтобы молиться. То есть есть грех, который нельзя замолить. То есть человек надел на себя петлю. А кто о нем будет молиться? Он сам уже не может помолиться. Мы можем молиться о прощении друг к другу. И сами где согрешили что-то. Так мы считаем в первой книге Сарс, когда сыновья у Ильи неправильно поступали. Он говорит, если человек согрешит против человека, то может принести жертву. А если человек против Бога, какие ходатайи? Эта книга Иова говорит об этом. Выйди, я буду судиться с Богом. Иоанн разговаривает. Он не с придыханием говорил. Прямо наступал. Я ничего этого не сделал. Почему меня Бог наказывает больше, чем других? Греха нету. Я не сделал грех. Но вина моя в том, что я стал спорить с Богом. Я виновен. Потому, ну, человек вот, как, допустим, у меня отец находится за меня на тысячу километров, а я выругался в мать. Матерное слово-то. Ты виновен, потому что заповедь голосит, чти отца и мать. А их рядом не было. Они не слышали это. Но перед Богом моя вина уже выявилась. Она проявилась. А я хам. Я поношу породившего меня. И это есть грех. А уже простит или не простит, если умер отец, ничего назад не вернешь. Уже только плакать. Мы от православных признаем молитвы за умерших. И молимся. У нас есть выход. А у неверующих, у сектантов, у еретиков, как у баптистов, у них этого нет. Они не знают. Закопали с человеком. Все, больше его не видели. А мы ежедневно молимся за родных, близких, отца и мать. И забыли. И забыли про мертвого. Да. Еще что там? У меня вот просто... У Еремии там что-то смотрели вы. А Еремия, вот я говорю, милость, суд и правда. Бог творит милость, суд и правду. Ну, милость, это означает, никакого оправдания нет. Мы правды не ищем. По правде законной, Павел говорит, я не порочен. Мы не можем этого сказать. Мы повинны все до единого. И Павел повинный. Он говорил, по правде, которая законом описана, она есть правда, которая без закона, она вне закона. Вне. Нигде не написано, что нельзя на женщину красивую смотреть. Но этот закон-то был и в Ветхом Завете, но он не был проявлен. Там конкретно надо было довести дело до конца. А здесь, кто вожделяет женщину, говорит, помышляет, говорит, тот согрешил с ней в сердце своем. В Израиле суд не был за тем, кто ненавидит другого, ненавидит врага своего. А у нас ты можешь дома быть один, под одеялом лежать, и чтоб тебе повылазило. И ты уже виновен. Ненавидящий брат, а есть человек-убийца. Это перед Богом вина. Перед Богом. Я осквернил душу свою лицезрением непотребного. А грех – это общее понятие. Как здесь говорят, это вина. Еще что там есть? Преступление – это переступил не какой-то закон, который выявлен уже был в буквенном выражении совести. Ну вот я говорю, что Иисус, Он же Господь наш, Он, получается, принес милость, суд и правду, получается. Так, что ли? Правда с божественной стороны. То есть даже вот тот закон, который был при Моисее, вот тот же закон Моисеев, который был до пришествия Христа, же говорится, что Он был где-то водителем ко Христу. А Павел пишет, кто помогает, милость дает нам, тот исполнил закон Христов. То есть сам Иисус, ну, согласно Писанию, то есть Он новый первосвященник наш. Только вот по чему Милхиседека в небесах он приносит, ну, за нас ходатайствует, вот за народ свой. Да, приносит жертву себя. То есть я вот, ну, общался с всякими... Вот я общался с инвентистами, и вот они этого понять не могут. Ну, я сам скажу, я грешен тоже, как бы... То есть, как бы, с 93-го года я как бы с Господом, то есть знаю, то есть... Ну, вот крестился в одной секте, там, потом ушел, ну, мне получается вот так вот почти, ну, как бы, знаете, прошел Крым и Рым, там, баптистов, адвентистов, пятидесятников, харизматов. В принципе, каждый, кажется, ну, на себя, ну, свое одеяло тянет, говорит, что у нас истина и все такое. А Господь же не создавал церкви, Он же создал одну церковь. Аминь, аминь. У вас правильное понятие именно в этом вопросе. Они не церковь. А то динаминации, конфессии. Этот дьявол прикрыл слова ересь. Двумя этими словами. У них нет рукоположенных епископатов. Нет связи с апостольской церковью. А это только через херотонию. Держись в православной вере. Другого нам Бог не дал. Тут все есть. И святые отцы, и каноны, и толкования. Все есть. А у них ничего нету. Они сироты. Угу. Брат Игнатий, можно я вас так буду называть? Называйте. Вот у вас есть толкование на Новый Завет, там, в трехтомнике. Я вот хотел бы, ну, как бы тоже его получить, вот. У вас есть на мобильном, и, ну, я как бы не доверяю всем этим устройствам. То есть мне вот, ну, как бы, знаете, вот Библия, даже вот свою вот, как бы, ну, изучаю. Вот мне главное, такой бумажный вариант. Как-то можно вот у вас заказать это все. Когда мы кончим говорить, я вам скину все, что для этого нужно сделать, какая цена. И вы сами тогда решите. Хорошо. Хорошо. Ну, вопрос за цену не станет, как бы. У нас не просто Новый Завет, а Новый Завет. А вот еще... Говорите. А вот еще вопрос. Знаете уже, ну, по части того, что, когда, помните, в бытие, в бытие, когда вот 12 патриархов, ну, хоть продали Иосифа в Египет, но они хотели его убить, но старший из них Рувин говорит, не делайте сего греха, то есть давайте его просто продадим. И они, как бы, ну, одежды, вот, Якову, да, ну, перед этим, там, измазав в крови, там, осла, козла, ну, жертвенного какого-то. И он, как тоже, вот, прослезился. Он прослезился и говорит, ну, в печали сойду в пресподнюю, в страну моему. Вот у меня вопрос, как, часть, вот, вот, куда мы уходим, наши души, там, после смерти? Я последние слова не слышал, тут у меня звонок был. Повторите. Ага, я вот спрашиваю, вот, что он говорит, он говорит, что в печали сойду в пресподнюю, к сыну моему. Ну, Библия много говорит в местах, там, что мы, как бы, наши в пресподнюю мы уходим, да, и вот, а вот душа наша, куда, то есть, душа сама, то есть, дух-то, понятно, он, Бог идет, а вот сама душа, то есть. И когда вот Иисус же был на горе преображения, когда к нему явился Ильей и Моисей, то есть, вот такому, ну, а Моисей, он на небо не попадал, как Илья, на милых лесницах. Так, и вопрос в чем? Вот, ну, куда мы уходим, то есть, в преисподнюю или в небеса, все-таки. Вот есть такие мытарства, слышали слово «мытарство после смерти»? Да, слышал, слышал. Вот, каждая душа справляется с орочиной, человек умрет 40 дней, 40 дней, душа идет по 20 мытарствам, а подробно каждая секунда разбирается. Так у церкви, это житие святого Василия Нового, Феодора Цареградская, видела. Нам оспаривать не приходится, потому что если это не признаешь, то и другого ничего нету. Господь показывает, каков наш путь. Если человек верил в Бога, верил, исполнял его заповеди, имеет рождение свыше и водительство Духом Святым, этот человек идет к Богу. К Богу идет. Потому что 6 глава 9 стих откровение говорит, увидел я после пятой печати души убиенных. Не самих убиенных, а души. Здесь родительный падеж стоит. Под жертвенником. Под жертвенником. А жертвенником является крест. А крест означает, нет больше их той любви. То есть под знаменем любви им сказано было, они знают, что на земле делается. Доколе не всишь, владыка, за кровь нашу. И ответ был дан на одежды, и чтобы они ждали, когда еще остальные дополняют число. Мы можем понимать это не в буквальном смысле, как есть, но все остается так же. Души идут к Богу. Верующие. Это, согласно жития святых, они идут к Богу. Сегодня, ныне, сегодня будешь со мною в раю. Даже разбойник, он первый попал в раю. Первый из всех людей, живущих на земле. А до Христа они шли в преисподние места. Ивреи называют Шаол. Это некое такое место, где и Лазаря он видел, лежит там, и Илона Авраамова. Что оно, это необъяснимо. Но это ни огонь, ни мучение. Случается, что преисподнение, она разъединена для праведника и для неправедника. Да, так что ли? Что-то тут не совсем ясно. Замыкает. У меня, видимо, идет закачка сейчас, поэтому прерывается все. Воскресенье у меня перегружено. Еще раз повторите. Я так понимаю, что преисподня, она разъединена для праведника и для неправедника. Как нет? Праведники есть, омытые кровью Христа, верующие. Вот у нас сегодня причащались. Человек после причастия, как после крещения, он как заново родился. Вот человек сегодня крещение принял, он как будто ни одного дня на земле не жил. Он очитое. Говорит, что? Он очистил баню водную, быв погребен и с ним. Вы во Христа крестившись, во Христа облеклись. Человек видится, что он в том же одежде, а перед Богом на нем одежда Христова, Христос, святость. И одежда, говорит, это праведность святых. Так говорит нам откровение. Мы не сами праведные, а праведностью Христовую, что Ему доверились. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. И на суд не приходит. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А мы причащались с тела и крови. Сектанты этого не имеют. Ни баптисты, ни адвентисты. У них только воспоминания. Поэтому там все обман. От начала до конца. Мы не сами толкуем Писание. А как истолковались... А вот еще можно вопрос задать? Говорите. Вот хотел бы сказать... Ну, опираясь на деяния, когда Петр поделился, было видение ему. Ну, а там... В полотнище много было всех нечистых животных. Вот, которые Господь ему говорит, как ешь. Ну, это видение было ему три раза. Вот, получается, ну, полотнище сходило. И он, как бы, все оказывался. И в этот момент, когда все закончилось, то есть пришли люди, амилия Сотника, искали Трамп. И он потом пришел к Алю Сотнику и говорит, что Бог ему отверстие дверь запропы и язычникам. А до этого людей не сообщали с язычниками и считали, что они недостойны этого знания. Ну, я по следующих делах, то есть. И говорит, что всякие поступающие по правде, приятные ему. Вот мне вопрос, что значит поступать по правде. Ну, правильно, как говорите. Я хотел спросить, вы что, в машине сидите? Да, я в машине сидел, в рабочем, в такси. Вот, я задомал, потому что там люди мешают. Ну, мешают, как говорится. Может, поэтому так прерывисто идет речь, как будто кто-то рубит ее. Ну, как сказано, вы сказали все правильно. К этому ничего нельзя добавить. А я забрисел, да. Да. Значит, имея святого духа и открывает мне, да? Ну, это так и так понятно. Оправдание было, когда его стали обвинять. Хотелось бы поверить, что хотелось бы. Алло. Да вы говорите. А у нас как-то замедленно так. Да, я видел, что я говорю через некоторое время сейчас. Вот еще вопрос. То есть, про учения апостолов, имеющих краевым камнем самого Иисуса Христа. Вот. На котором это здание строено, возрастает святый храм Божий. То есть, мне хотелось узнать тоже конкретно об учении апостолов. Об учении Христа написано в Евангелии, которое он нанес людям, да? А об учении апостолов, то, что они... Ну, я не знаю, или только апостол Павел более-менее рассказывает церквям, то есть, как поступать, как что такое Христос, как порядок, там, богослужение, как вообще должна жить церковь при этом. У нас что-то прямо так плохо слышно, слова переворочены все. Я из этого почти ничего не понял. Я хотел сказать про учение апостолов, которое есть в Библии, то есть, о том, что такое учение апостолов, хотел спросить. То есть, то, что только то, что апостол Павел рассказывал, там, более-менее, как бы, более понятно для всех, ну, как жить в церкви, как проводить богослужение, про Дух Святого Духа, как, ну, то есть, всю внутреннюю жизнь в церкви, получается, что так вот. Женщинам он же запрещал даже говорить, там, ну, чтобы даже они молчали в церкви, если хотя бы чему он научился, то путь в дом спрашивал, что ему жизнь в жизни своей. Ибо не положено женщине в церкви говорить. Ну да. У нас это все соблюдается. Женщины молчат. Ну, ладненько, если связь плохая, я уже, наверное, тогда закончу. Спасибо, Христос. Ну, спасибо, Христос. Пусть база удостоверит все. Да. Ну, видите, у меня идет одновременно закачка сейчас, сегодняшних собраний. Может быть, это даже мешает. Ну, ладненько, давайте, в следующий раз, там, удастся, я вас с вами еще... Ну, с Богом, всего хорошего. Я сейчас вам скину про книги. Хорошо, давайте. Все, выключай. Хорошо. 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 Продолжение следует...